Это... Я понял. То есть одну часть дырванию и вываливаю наковырь, а другую часть мы нарежем. Просто другую половину ананасов, да? Нет-нет-нет, мы будем делать половину. Мы ем две лодочки. А зачем делать? Давайте одну. Зачем делать? Это же как бы много продуктов и много действий или что-то. Да, конечно. Давайте вода. И как, вы представляете, я выколопываю всё, это будет просто каша. А я вам покажу тайский рецепт, как разделаться. Давайте. Вы так и накомментируете. У нас сейчас такой ноу-хау для этого блюда. Вот оно готовится так-то, потому что так удобно. Да, давайте я вам покажу, как это удобно делать. Всё отлично. Всё? Знаешь, как это делается? А, кстати, как? Только не ради радио. Да, это определенно. Можете поделить, я расскажу. Да, 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 обязательно. А мне рассказывали, что надо вот этот хвост крутить. Ну, типа... Ну, смотрите, давайте мы как раз это и обыграем. Да, вначале проверим. Угу. Да, всё. Всё. Проверяются пальцами. Никакими. Я всё пальцами вылезу. Ну что, ребята, готовы? Ой! Готовы. Скажи, в какие моменты я могу бумажку доставать, подсматривать? Да. А у вас вам больно идёт? Да. Ну, вы даёте. А что, нельзя? Не знаю, это рабочие моменты, и мы будем спотыкаться. Да, ездить в окно. Насколько это? Мы нет. Да. Я же ответил. Я рад. Я включил. У нас на другой округ. Толстанция идёт. Ну что, готовы? Да. Готовы. Всё. Внимание. Запись. Всем привет. В эфире программа «Звёздная кухня». Я её ведущий Алексей Остапчик. Хочется весны. Хочется перемен. Подожди. На улице весна. Сбился в самом начале. Давай ещё раз. Всем привет. В эфире программа «Звёздная кухня». На улице весна. Хочется перемен и чего-то свежего. В жизни нашей героини как раз настал момент переменах в… Извините. Всё нормально. Всё нормально. Вы меня поддерживаете, потому что… Всё у нас супер. Я могу даже продолжить. Хорошо. Подожди. Период… Как раз… Ну вот. Как раз новый период. Всё. Всем привет. В эфире программа «Звёздная кухня». И я её ведущий Алексей Остапчик. В жизни нашей героини как раз наступил момент… Блядь. И вы это всё в эфир пускаете, друзья. Моя репутация подмолошная. Хорошо, мы сейчас… Хорошо, мы сейчас… Я забыл, что мы… Весна. Живенько. Жизненно. Всё, вздыхаем. И я начинаю. Весна, перемены, всё круто. Да, да, да. Идут готовники. Да, хорошо. Ага. Всем привет. И чё, короче. Да. Ха-ха-ха. 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 Всем привет. В эфире программа «Звёздная кухня». И я ведущий Алексей Остапчик. На улице весна и хочется чего-то свежего, хочется перемен. В жизни нашей героини как раз новый период в творчестве и личной жизни. Встречайте, на «Звёздной кухне» Елена Беркова. Та-дам. Елена, привет. Радует вас видеть. Мы с вами можем на «вы», на «ты» общаться. Да, конечно, можем на «ты», я ещё не на «ты». Привет, дорогие телезрители. Всех с весной. Сегодня прекрасное солнышко. Всем хорошего настроения. Приятного аппетита, потому что мы сегодня будем готовить блюдо. фаршированный ананас. И мы на нашей «Звёздной кухне» не вдвоём с Еленой. У нас сегодня трио. Представьтесь. Та-дам, Елена. Давайте я представлю. Это Александр Путинцев, мой жених. Жених или муж? Уже в статусе. Жених. Мы столько готовились к свадьбе. Мы намолвены, сделаем предложение. И поэтому... А большой камень на пальце, на обручальном кольце. Я специально снимала, поскольку мы на кухне. Когда мы на кухне, да. Мы снимаем с себя все ювелирные принадлежности и кольцо. Кольцо невероятное. Спасибо. Правда. Александр с вами познакомится. Что ж, мы приступим. Да. Первым делом. Хотела спросить у Александра, поскольку он жил в Таиланде, как определить, пела на нас или нет. Я до сих пор это делаю наугаде, всегда для меня сюрприз. Сладкий он или нет. Вот для меня это не спелый, мне кажется, зеленый. Это на самом деле, Лена, очень спелый ананас. Просто кто-то, да, говорит о том, что нужно пипушку эту покрутить. Но ананас должен выбирать мужчина, да. То есть обладая недюжинами физическими способностями. Поэтому, мужчины, подкачайте, пожалуйста, для того, чтобы выбрать хороший ананас. А для того, чтобы определить спелость его, нужно надавить большим пальцем, да. Если чувствуется небольшое проминание, вот, то ананас спелый. Ну, а если все-таки вы девушка, да, тогда можно покрутить пипушку. Можно покрутить пипушку, возможно, это не поможет. Я, кстати, всегда на нюх, пробую все продукты. И это очень работает. Ну, например, помидоры у нас очень часто какие-то пластиковые, невкусные. И когда я нахожу пахнущие помидоры... Я с вами согласен, потому что я фанат томако, фанат помидоров. Но сегодня у нас на звездной кухне самый важный ингредиент нашего блюда – это ананас. Что мы будем делать? Дайте задание тогда Александру, а мы с вами продолжим общение и знакомство. Мы можем помогать также и продолжать общаться на другом инвешательном блюде. Мы надо разрезать пополам и выпотрошить одну из частей. Обычно это две части, но поскольку нам нужно только показать пример, поэтому можно одну. А вторую мы порежем. Блюдо у нас все равно будет полноценное, друзья. Так что не скупитесь ни в продуктах, ни во времени готовки. У нас все для этого есть. Смотрите, я буду разделен на две части. Одну часть, естественно, вы, потому что это будет очень некрасиво, это будет каша и месиво. А вот вторую часть я уже вам покажу, как разделать по-тайски ананас. Чтобы не было ни этих глазочков, ничего. Это очень делается быстро, аккуратно и вкусно. И потом мы все это обложим вокруг тарелки. То у нас, я насколько правильно понимаю, это у нас получается с вами фаршированный ананас в лодочке. Замечательно. В Таиланде просто есть такое блюдо, фрадрайс, и он делается как на тарелке, так его и подают в ананас. То есть то же самое. Александр, давайте тогда вы уже приступите. Да, конечно. И пока вы разрезаете ананас, у меня тут такой вопрос. Елена сказала, что вы какое-то времени, даже несколько лет жили в Таиланде. Так. А чем вы там занимались? Что заставило вас покинуть родину, поменять его на Таиланд, а потом все-таки вернуться обратно? У меня вообще ничем не занимается. Я без денег по жизни, я могу себе это уже позволить. И в какой-то определенный момент, 6 лет назад я принял решение, что я хочу жить там, где солнце, так как в Москве солнышка не так много. Да, я не могу изменить, к сожалению, погоду, поэтому меня просто вселенная, мир перевела там, где оно есть постоянно, и я, собственно говоря, наслаждался жизнью. Да. Хорошо. И ваше наслаждение сейчас продолжается, и оно закончилось, потому что все-таки вы оказались в Москве и вместе… Я думаю, оно стало еще и раз в Москве, несмотря на непогоду, значит, все-таки это солнышко стоило того, чтобы потерять… Елена ответила за место Александра, а с Александра никто не спрашивал, насколько я понимаю. Хорошо. Александра спрашивали до, а сейчас уже поздно. Елена, скажите, давайте с вами начнем вот с вашего творчества. Сейчас чем вы занимаетесь? Я знаю, вы стали петь. Давно это произошло или недавно? Я давно занимаюсь музыкой, и она преследует у меня всю мою карьеру. Мы заканчиваем альбом, снимаем гейд новый, в общем-то все в процессе реализации. В детстве я училась в музыкальной школе. По какому классу? Пиано. Пиано. Всегда мечтала работать, но пальцами не позволяют. А ваши пальцы… Мы учим все-таки гитарой. Да, да, да. Ваши пальцы легкие, порхают, и до сих пор вы можете кто-то наружу делать. Что-нибудь я сыграю, например, Кернизе, Баланес-Агинского. Хорошо, сейчас что вы играете, и на какую тему ваши песни? Папса, конечно же. В хорошем смысле этого слова или… У вас есть неприличные слова? Да, у меня есть неприличные песни. А почему? Это что, крик к душе? Меня все провоцирует, действует все, что острое. Все, что меня цепляет, возбуждает во мне фантазию, какие-то эмоции. Я туда и веду. И матерные песни – это ответ, например, на песню Тимати «Грязные девочки будут наказаны». Вы там пожурили, не надо девочек или не надо? Я про мальчиков сказала, как они наказывали. Хорошо, но как вы считаете, девочек можно наказывать за какие-то проступки во время воспитания? Так как наверняка вы планируете с Александром… Ни в коем случае. Девочку… Про планируем или про наказание? Я очень хочу девочку, потому что сын у нас есть. Замечательно. Значит, Александр будет в холле телерейить своего ребенка, свою предсессу. Я считаю, что детям нужно договариваться и стараться смотреть их глазами. Не терять вот этот контакт личный. То есть, все более дружеские отношения. Конечно, стоит поправлять, подсказывать, что будет, если ты сделаешь это. Потому что дети… Вижу, делаю. Так происходит. Александр, что? Алексей, нужна посудина для мусора. Это мусор? Нет, это очень вкусно, на самом деле. Так, давайте сейчас… Знаете что? Алексей, возьмите вот там пакет. Это у нас сейчас рабочий момент пойдет. Да, Алексей? Не маши руками. А, извините. Спасибо, спасибо, спасибо. А что, нету? А вон здесь, в тарелку. А давайте. А лучше вот, вот сбоку. Вот сбоку. Ты сильно поворачиваешься. Я понял, я понял, я понял. Слишком сильный, да. Так, мы, значит, продолжаем. Что я хочу сказать? Давайте, значит, следующим образом поступим. Значит, я сейчас говорю сюда, на камеру. Пока Александр нарезает ананас и делает дальнейшие действия… Так, я хочу просто на песню сейчас уйти. А давайте сделаем следующим образом. Давайте так, Елена, давайте мы зрителя тоже познакомим, да, с вашим творчеством. И какой клип мы сейчас посмотрим? Клип на песне стало другой. Что в этом клипе произошло, когда его снимали? Это новый или это самый первый клип? Расскажите, ну, что про него перед тем, как мы уйдем? Надеюсь, снимал его режиссер Максим Паттудный. Мы с ним уже давно работаем и качественно. То есть сценарий выходил из наших умственных соображений и душевных позывов. Прошлые стены. Поэтому сначала он был очень большой, а потом это все как-то менялось в процессе. Но съемки были достаточно масштабные, с вертолетной площадкой. Приехало какое-то неимоверное количество мотоциклов. Наверное, 100-150. Потому что невозможно было посчитать. И так было уже. Не думал, что возможно. Такой ажиотаж. А денег хватило? Всегда не хватает. Всегда достаточно и всегда не хватает. Но на самом деле очень много кто подсобил по-дружески. И когда такой творческий поток идет, то мир помогает со всех сторон. И все составит. Вот я с вами согласен. Мы эту тему продолжим. А пока я потираю руки уже в предвкушении нового боевика от Елены Берковой. Клип. Я другая. Я стала другой. Ну ладно. Я стала другой? Все. Нормально. Руки. Хорошо, хорошо, хорошо. Руки мои враги. Отрубите мои враги. Так, смотрите, подождите. Мы с вами сейчас должны. Мы сейчас уходим с вами с клипом опять в студию. Да? И продолжаем готовить. Ну я давайте, наверное, вот так покажу лайфхак. 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 Да, давай. С ананасом быстренько, чтобы мы уже... И потом уже начали. Да. Поехали. Я... Сейчас. Угу. 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 Вот такой мы посмотрели новый клип, я бы сказал, даже триллер боевика от Елены Берковой «Я стала другой». Перед тем, как Елена нам расскажет, что же такое произошло в ее жизни, что душа потребовала об этом рассказать. Александр, жених Елены нам расскажет лайфхак. Как сделать ананас? Разделать ананас. Давайте разделимся с этим ананасом. Да. Давайте мы закончим уже. Потому что это всегда проблема и вырезать сердцевинку, которая является безвкусной, твердой, достаточно сложной. Например, мне как девушке, это всегда создаёт неудобство. Поэтому я жду тоже с нетерпением. Да. Ну, на самом деле... Всегда полезу и дома уже... Я не взяла. Елена нам все готовит. Здесь просто, на самом деле, сама часть, да, то есть многие ее счищают, да, вот это вот создает проблему. То есть, в принципе, сердцевинку вырезать несложно. Но, смотрите, как нужно сделать, да. То есть, мы срезаем вот эту часть, вот эту часть, она как бы неедабельно разделываем его. То есть, разрезаем на четвертинки. И смотрите, очень легким движением руки мы берем ножу и прорезаем вот таким образом. До середины. До середины. Отлично, как. Убираем, срезаем сердцевинку, в сторону ее кладем. Ну, она как кочерыжка, она твердая и не совсем сладкая. И... Опа! Пожалуйста. И делаем вот так, вот так, вот так. Слушайте, здорово. Это вообще за минуту, да. И каждое утро ананас, мои любимые. Ребята, я очень рад за вас. Очень приятно смотреть на счастливые лица. У меня к вам такой вопрос. Давайте мы вначале перейдем к дальнейшему, да, приготовлению. Это правильно готовить и разговаривать. Это не убирай, поскольку она нас тоже любит порезать в блюда. Значит, Леш, ты можешь начать резать лук. Давайте вообще расскажем, что у нас идет. Какие диеты? Ананас, ветчина, грибы шинпиньоны, которые стоят чуть-чуть балансшировать в масле, поскольку это единственные грибы, которые можно есть с сырами. Да. С луком, также куриная грудка, филешка, которую мы тоже слегка обжарим. Всем этим начиняем ананас. И сверху посыпаем сыром и креветками свежевареными. Сыром. Заговорилось. Ничего страшного. Сыром, перегород. И в конце посыпаем сыром и креветками. Отправляемся в духовку. Буквально через 15 минут у вас прекрасное блюдо, которое еще и очень эстетично выглядит. Вы можете удивить гостей, это быстро и вкусно и полезно. Слушай, Лена, а холодным его можно есть? Конечно, вполне. И можно даже несколько дней их найти в холодильнике и потом разогревать. То есть это такое любопытное блюдо, что его можно готовить и потом оставить на какое-то время, можно есть и холодным. Впрок. Впрок. Да. Так, хорошо. Я рекомендую, кто что делает, кому шампиньоны, кому лук, мы с двух сторон будем... А я ничего не буду делать. А ты ничего не буду делать. Ты красивая. Это прекрасно, мне нравится. Нарезай ананас кусочками. Вот эту часть. Леш, нарезай лук. Первым делом мы обжариваем лук в сковородочке. Тоже буквально, чтобы лук в сковородочке. А Алексею самое невкусное. Лук пусть плачет. Он лачкашет. Я, чтобы ни меня не попросили лезть лук, по своему первой мысли варать мулькаш. Потому что я-то буду лук и точно. Вот эти все помочить нож в воде, это все не помогает. Я человек сентиментальный. Значит, вы все-таки говорите, человек сентиментальный и много... Что заставляет вас заплакать? Какие-то жизненные обстоятельства? Невзгоды? Или, может быть, просто котята в фейсбуке? Что может ваше сердце заставить? Я давно не плакала. Страдать сердце и слезы за разные вещи. Потому что слезы идут активны. Если есть вопрос, который надо решить, надо его решать и не плакать. Зачем плакать? То есть, романтики у вас нету или есть? Вы более практичны? Романтики во мне с избытком. Я просто как раз... Романтика... Проблемы, проблемы. Романтика, романтика. Так что заставляет Елену Биркову заплакать? Давайте с этим разберемся. Какие-то чувственные моменты. Чувственные моменты, которые... Кто вас обижал в жизни, что вы плакали? Есть такие люди? Давайте разберемся с ними прямо сейчас. Но есть действительно? Нет, у меня нет каких-то обид непрощенных внутри. Это же тоже плохо для здоровья. Зачем? Согласен. Надо с тобой договариваться, пока ты не поймешь даже, что все в порядке. Вот мы вначале говорили о том, что Александр не будет вашу дочку совместную, когда произойдет обижать, скажем так. А вот в вас... Какие у вас отношения с отцом складывались, когда вы были маленькой? Как он вас воспитывал? Строго или... Папа, который мальчик. Он воспитывал меня как мальчика. Так. Обычно строго. Но строго это не значит доводил до слез. Нет, потому что я в детстве плакала и хулиганила. Я вообще самый непростой ребенок для папы. Бедный папа. Потому что найти такую дочку, как я, это прямо надо быть очень сильным мужчином с остальными нервами и крепким сценарным состоянием. Мы с тобой дружим. Да. Часто ли вы общаетесь с ним сейчас? Общаемся практически каждый день. А где он живет? Максимально по возможности. Я сейчас живу в другой стране. Но я планирую переезд. И плавненько внедряем эту миссу в голову. И она уже там плотно засела. Думаю, еще пару-тройку лет и они будут в джинсе рядом. Замечается это хорошо, когда вся семья вместе, в сборе, внуки. В этом очень скучаешь. И это другое состояние, когда все близки рядом. Потому что в юности хочется быстрее вырваться из-под родительского крыла. А чем ты все это становишься, тем хочется, чтобы мама была ближе. Давайте мы будем с вами готовить. И как раз таки про родительское крыло и как вы вырвались на волю. Вы нам об этом сейчас расскажете. Но в начале давайте наши действия, да? Шерпиньёй. Шерпиньёй. Лёшка, тогда тебе разно. Ну, пожалуйста. Можно тоже поездать. Поправь свет, я его еще чуть-чуть отобью. Так, давайте мы с вами здесь, подставим. Вот она здесь. Сразу подготовим. Не отправей, да? Василий, там близко, если не подходи. Хорошо? Вот она, Василий, там встану? Ага, все. А мешать чем? Вот здесь. Давайте сейчас. Ну, это не... Это не то. Есть там. Вот такая еще есть. Какая лучше? Лучше. 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 Гармоничнее. Ну да, я согласен. Вы умеете такую включать? Я включу. Давайте. Посередине, наверное, нужно. Давайте мы с вами... Ну вот, да, вот эту ламеру, да? Это Александр. Я вот еще ворчаю. Вот здесь. Вот это. Значит, это вот это. Видите? Мы опять включили. Ребят, мы опять выключили. Так. Я открою. Так. Все. Пожалуйста. Она, кстати, очень мощная. Опа. Она очень мощная плита. Посматривай. А, хорошо. Она вообще резкая. Пятерочку. Пятерочку поставлю. Алексей, не сдвигай, пожалуйста, листей с той вот, на которой я поставлю. Хорошо? Мне неудобно просто резать. Хорошо. Ну ты поближе за щечку. Угу. Так. Замечательно. Мы уже поставили сковороду на плиту. Школородка шковырчит. Наша беседа идет, да. Благодаря. Я думаю, первым мы жарим его. Давайте. Помогайте. А, Глянушка, подожди. Немножечко масло. Масло, масло, масло. Семей не надо. Угу. Я думаю, мы можем это делать. Вы ругались? Что же будет? Мы? Да. Или еще не успели? У нас все еще впереди. У нас очень инфлекторная. Рассорок? Да. Я вам сейчас скажу. Сколько вы знакомы с Александром? Мы знакомы больше полугода, но все произошло достаточно быстро. А как? А как? Что случилось? Мы встречались в Кубе. И... В Москве? Да. Накомнение возле Тайванка. Откуда он уже, кстати, не собирался возвращаться. И, цепившись взглядами, начав разговаривать, мы не могли оторваться друг от друга часок восемь. И не улетел. Нет. Улетел. Но, как мы видим, вернулся. Ну, Карлсон обещал вырваться. Ну, как бы, чувства чувствами, но по почву там, ну, вот ты увидел человека в первый раз, и у тебя есть какие-то планы, и я бы тоже не... ну, то есть, не было ни на что было... Жизнь идет, да? Да. Свои планы. И тут вот такой скачок, можно так сказать. Если это то, то он приведет жизнь обязательно все равно. Конечно. И после этого мы общались по телефону, по скайпу, по... То есть, у нас бесконечные километры переписок, и нас... Мозговой штурм. Да, ментальный оргазм, точно. Мы все время в каком-то взаимодействии. У нас твои какие-то осознания, преодоления, что-то вообще... То есть, разрывало. Все, вернулся. Назад. Вернулся назад. Вернулся, все. Так, мы хотим шаг поправить, да? Каким образом? Он чуть-чуть съехал, да? Да. Просто чуть-чуть повыше, пошире. Давайте я это сделаю. Это делается вот так. Нормально, не жарко? Жарко очень. Ну, давайте потерпим еще. Потерпим, потерпим. Классно, причем так мы с вами общаемся. Я больше что хотел спросить. А то, что пиньоны, видимо, ездят? Нет, нет, сейчас мы лучок немножко доведем до... с золотистой корочкой. Саша, ты понимаешь, что я лучше готов никогда не буду? А, кстати, Лена, она... Мне сказала этого не говорить, но она готовит просто феерически. Ну, посмотрите на меня, на такого мясного. Супер. Люблю тебя. Елена, а кто у вас в доме хозяин? Хозяин? Это же мужчина. Потому что я хозяин. Хорошо. Кто в доме главный? Мужчина. Как вы распределяете вашу роль по дому, по быту? Ну, мы в каком-то гармоничном взаимодействии, как будто бы мы всегда вместе. И у нас нет вопросов, не возникает этого. Споров в каких-то все, что кому сейчас важнее, то на того мы оба не стараемся. Ну, то есть, мне что-то нужно. Все собрались, помогают мне. Саша, что-то нужно собрались по малой дьему. И потом распределение обязанностей, что-то уже так сложилось, что Сашу должны делать. Все тяжелые мужские обязанности лежат на нем. То есть, это не надо, знаете, как зудеть. Вынеси мусор, вынесите мусор. Или вот как? Или просто априори у вас вот так вот оно пошло? Саша, прекрасно. Или как заставить мужа уносить мусор? Может, они кейцов в ноги, может, не убираться. Он вообще не скалит. Я от этого... Мусор может недели не строят, мешок выдаваться в вас. 240 литров. Главное, потому что Лену это не смущает. Не смущает. Я в восторге. Это золотая женщина, потому что я могу прекрасно прийти домой, разбросать носки, она пойдет спокойненько их уберет, положит, она гладит мне. Мне никто никогда не гладил носки. Какие признания, какие удивительные речи вы рассказываете про Елену. Конечно, все это время, конечно, чтобы там не было. А мы думали, вы плохая девушка, Лена. Ого. Нет, вы сейчас говорите немножко другое. А давайте как раз оттроем вот эту вот сторону Елены Берковой в творчестве. Ну, плохой девочки, скажем так. В вашей жизни какие случились обстоятельства, произошли, да, что вы стали актрисой фильмов для взрослых? Почему такой выбор необычный? Я бы сказал даже, ну, смелый. А еще плохой девочки. Это вообще, как бы, с какой стороны посмотреть в том, что, кто такие плохие девочки, вообще, это специальное внимание. Ну, конечно. Мы вернусь сейчас вешаем. Это очень нерастяжимое понятие, и для меня это как раз нормальное приводительство с миром. Ну, отлично, да. Делать все, что ты хочешь, ты обязан быть счастливым и делать абсолютно все. А когда? Ну, как не в этой жизни. Вот. Хорошо. Подождите. Но в начале все-таки давайте мы вернемся. Какие? Да. Какие интересства? Не нашла. Смотрю. Опа! Что-то интересненькое. То-у-у-у. Я не знаю. Волнует. А ну-ка я попробую. И попробую. И все. Нет. Вас пригласили. Вы, или вы теленаправленно. Как происходит процесс? Да. Вот как? Вы видела объявление, что набираешься кастинг, да, в определенные фильмы, категории для взрослых? Не знаю. Как происходит? Может я, знаете, хочу как-то... Тоже снять все. Как-то снять вопрос. Мне пишут каждый день тысячи людей. Пары, семейные, мужчины, женщины, женщины, лично. То есть это у нас торгитесь. Это, 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 это... Тема, это, это, что требована, конечно, и всегда будет актуально. Нет, это понятно. Но это же вроде творится в закрытом помещении. Почему люди хотят только презентовать миру? Потому что есть желание распрощения, желание нарушения границ каких-то выставленных в социум. У всех это давит давно. У всех это как бы быть свободным и чувствовать себя. И для них моя история является символом свободы. Конечно, в том смысле я повторяюсь, потому что только я могу его делать так и... Я с вами согласен, да. Выбор человека это сугубо индивидуально. Вы сделали его таким. Я хочу понять... Мне нравится делать то, что люди хотят, обязательно. Вот смотрите. И почему вы это делали? Потому что вам надо было заработать деньги, да? Или раскрепоститься, как вы сказали, чтобы стать внутренне свободным. Если это последнее, то значит так. В чем был ваш зажим? Ну, это просто был интерес, который я удовлетворяла. То есть не деньги заработать? Не заработайте, не для участия в жизни, не образы в жизни. Как бы это у нас существовать. Это и вам есть хотя бы чуть-чуть много. И всего? Да. А почему тогда об этом столько много говорят и вас так презентуют? Ну, как бы, чтобы вы, знаете, работаете, не побоюсь этого слова, не покладая рук? Ну, так. Потому что... В этом направлении. В общем-то, я пропорционно и веду себя, и все. Но это мое... А сколько всего получилось сегодня уже? Я точно не знаю, наверное, 8, около того. Всего-то? Да. За два месяца. Всего-то? Ну, как бы, да. Такое. Показывало. И недовольство интересно стало, и недовольство подальше. А почему люди так воспринимают? В основном очень много, конечно же, я говорю, ограниченностей. И все хотят и ситуационную семейную сексуальную жизнь, и семьями. Как раз правильно. И для них то, что я творю, это что-то за гранью. Ну, многие даже не там... Да, со знаком плюс за гранью. А вот для многих... Ну, скажем так... Для других со знаком минус. Вот... Это не имеет значения. Если они реагируют, то это для них важно. Со знаком минус и какой плюс? Это их волнует. Поэтому те, кто ярче всего негатив, для них это внутренние фантазии и потенциальные желания. Слушайте, мы с вами такие болтуны, потому что... А я все взял свое дело, а мы сцепились с вами в любопытный диалог. Хорошо. Мне как-то даже неловко. Ну, давайте продолжим следующим образом. А я могу... А давайте тарелочку подсыпаем. Давайте тарелочку подсыпаем. Давайте, давайте, давайте. Аааа... Лен, сбоку. Сбоку. Где Саша стоит? Сбоку подсыпь, пожалуйста. Я уже взял тарелку. А подсыпь? Подсыпь вот она сзади. Нет, здесь нету. Важно сзади вам? Нету, да? Крайне. Не на просто у нас композиции? Нет, нет. Прямо просто на самом экране. Не на чем страшно. Вот так. На самом экране я не буду здесь торта сегодня. Лен. Сейчас, секунду. Ага. А у меня к вам вопрос, Алексей. А почему вы... А у меня к вам вопрос, Алексей. Почему вы, говоря на эту тему, волнуетесь? Я ответственный перед телезрителями. У меня всегда это волнение. Донести правильную информацию. А на другую тему не волнуйтесь. Именно сейчас. Не замечал, кстати. Я не за... Да, волнуюсь. Значит, наверное, все-таки эта тема вас очень сильно волнует. И не только в контексте телезрителей. Она меня волнует в плане реализации, как Елена сказала. Я тоже хочу много, хорошо и качественно. Но пока у меня... Я тоже хочу. Затишка? Да. Ну, ладно. Скажите, сейчас мы ветчину с вами порежем. Я хочу больше, что следующее спросить. А вот как сделать, как поступить с собой? Я не знаю, может, тренинг какой-то есть. Вот, чтобы жить не оглядываясь, да. На осуждение людей. Как жить без оглядки? У вас есть такой совет? Ну... У меня есть приличный опыт. Скорее, посоветуйте. Может, вы мне кто-то посоветуйте? Ну, значит, нужно только сгорляться и стремиться к этому очень активно. Вот так. А вот так, смотрите. Ну вот... Страх не убирать, срабатывать. Как от того, как от страхи оплываться нет? Что? Как от того, как от страхи оплываться нет? Да. Вы всегда болеете, болеет, что от судят. Но... Знаете, Радик, когда вы срабатываете, то это то, как вы проходите. А как вы срабатываете? Вы вот это расслежите. Вы расслежите. Вот страх там... По пьянму я вошла, видимо, я в том больше всего. Потому что я вошла в среждении максимально. А так это было первое время, что я ввести в война в дорогах России, и я занимаюсь, я в этом году еду. То есть это было впервые, да. Если вы с тобой не говорили, то я уже, я уже все в хру. Блин. Ты пошла волна. Ты пошла волна. Выше, чем у меня, наверное, по-другому. Я не могу не реагировать. Поэтому я ухожу. А для того, как это обсуждаемо и обсуждаемо... А вот как вы это пережили? А как вы это переживали? Плакали? Плакали? Плакали. Давай девушка плачет по-другому. Южность, конечно, потому что плачем от непонимания. И непонимание, как дальше, что здесь делать, и куда я сейчас разговаривала. Это было не так, что здесь было обновлено. А то есть это все было не подстроено? Это все так в реальне произошло? Да. А потом стали раскрываться интимные подробности, скажем так, да? Да. И озвучили это. Руфиевым. Но это был шок. Это, наверное, такой опыт, да? Вот так под голове. Для вас в том числе. Конечно, я не ожидала. Ну, наверное, для... Конечно, я ожидала. Ну, все, знаете, таянно становится язвом. Чем жаренее, тем круче. Это же ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну, ведь жизнь, на самом деле, очень банальна, да? Детский сад, школа, институт, работа, все нормально. Вот. Потом родились дети, жили счастливы, все умерли. Но это же тухлая жизнь. Нужно ее разноображивать и, на самом деле, идти туда, куда страшно. Вот телезритель, вот себе признайтесь, что вам страшно. И вот идите и делайте это. Если вы боитесь обнажаться, раздейтесь дома и ходите голыми по квартире. Хороший совет, кстати, говорит. Если ты будешь это делать перед домом, то просто дома. Конечно. Как полюбить свое тело, друзья? Именно так. Как на жаре? Рассматривать себя в зеркало, взломать, познавать. Не осуждать себя. А если что-то не нравится? Мне не нравится посмотреть наши герои и мрут. Не любить, не конструктивно себя. Только хочешь справиться, справляй. А любить там все равно. Потому что ты, как можно человеку, с которым ты живешь всю жизнь, с самого рождения, не покружиться. Это же лучше понимать. Вы знаете, да. Как раз-таки наши все проблемы в том, что мы сами с собой не дружим. Ну, я, например, дружу. Мы очень гармонично договаривались с собой и ведем диалоги. Лена, давайте мы с вами посмотрим ваш следующий клип, который будет про что? Я не знаю, что вы будете сказать. Давайте предлагайте, мы сейчас вы их запустим. А я не знаю, что там есть? Ну, скажите. Лена, я вам шоу. Давай, шоу. А, хорошо. Сейчас мы посмотрим нарезку живых выступлений моего шоу-малета, фенитология со мной и лошадь на гастрое. А потом мы тогда познакомимся чуть поподробнее про ваши шоу и про ваши гастрое. Смотрим. Мелена Беркова зачем? За вертушками? Или... Может, узнаете, что это? Увидим сейчас все, чем принимается Мелена Беркова, когда на гастроли. Поехали. Я думаю, там курочку на конца не надо. Да, удаливать. А мою шоу-малетку будем поставить? Нет. 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 Это потому что... Это потому что... Это потому что... Хорошо. Малетку. Ага. А можно ли, пожалуйста, ананасик, пока мы там смотрим клип? Возьмите у меня руки. Малья. Дайте мне, пожалуйста. Ага. И целфей, кстати, у меня нет? Нет, нет. И я не куплю. Ну, тогда я буду демонстративно вам мать. Малетку. Малетку. Попирай. Ну, я ж мужич, член. Мм... О! Очень сладкое. Ммм. Вот это плечи, чтобы крутые. Ну, я ж мужич, членая. Выборь это правильно, я выбрал. Я выбрал. А я бы, потому что он забрал. Потому что я как-то думаю, он был в руки. Угу. Это не работает точно. Угу. Угу. Попирай. Угу. 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 Это не потому что вы купили спелое. Это потому что она жала в руках. Угу. Ананас обалденный. Угу. Пока мы смотрели... На рейпе из выступления Елены. Поприкатом. Я попробовал у нас. И действительно мы выбрали правильно. Как вы сказали, по вашим советам. Сочный, спелый и очень сладкий. Угу. у нас вот у меня да вернулись вернулись к вам только что я сказал что мы сделали выбрали очень правильный на нас он сочный свежий просто я смотрю пока мы смотрели нарезку из выступлений шоу я попробовала нас он действительно оказался сочный свежий выбирали его по правильным рецептам от александра так смотрите у нас дальше что идет практически все готово курочка можно не дожаривать до конца поскольку она ничего не обжаривали чемпиньоны с улочком куриную грудку все это своя все еще можно взять и обжаривать ветчину далее мы положим ветчину сананасовым посыпаем эту сусорку сверху накидаем крыточек и можно было проводить это духовно буквально 15 минут дабы получили я опять не рассчитал количество порезал больше чем на уста максималист по жизни что сделаешь самая лучшая женщина очень много денег пока они там воркуют поел ананас друзья не оторваться на свеженький еще останете и все вы сюда пришли есть ананас или вообще готовить наслаждаться и еду и с интересными людьми и так мы посмотрели только что живет выступление на резочку выстранируем активно позитивно с шоу так расскажите что за шоу танцевально элитическое песенное ну то есть там и все у нас шикарный костюм привезен из Бразилии из карнавала это карнавал у вас задействован или оно в костюме наше шоу задумка задумка впечатление какую цель мы достигаем своим выступлением мы хотим чтобы зритель кайф-паном получил эстетическое удовольствие впечатлился от красивых девчонок у нас там и каллиография разнообразная а мальчишки там есть девчонкам зрителям есть на что смотреть или только а знаете девушек пожалеется а для двух девушек на красоту все мы любим смотреть а девчонки у нас прям великолепный шоу откуда девчонки много количества участников шоу вашего я вот собственно и теперь Александр теперь Александр вообще все девчонки могут ходить теперь да ты меня разденешь раздеть раздену но попробовать не надо так мне хочется еще побольше узнать именно о вас так же если вы ну это профессиональные деятельности активно снимались в кино недавно так расскажите подробнее художественный эфир именальная комедия у нас очень крутой был актерский состав класс а очень а история классно а что там история как как босс в работе прессует они задумывают ограбление и комедия ну там криминальная комедия молодежная да не стоит глубинного смысл там куда-то найти стоит просто расслабиться получить удовольствие и плещат только табуть которая нас окружает и провести хорошее время но в кинотеатрах он уже прокатился поэтому успешно вам сказали конечно конечно успешно вы там какую роль исполняли мы опять нам выпишли Лену я все время хорошо Лену ты какую роль там исполняла я исполняла одну из главных что надо делать хотя они там все не очень большие потому что основные отделы мужчины и много чего там секретарши которые очень общались сексуальность да преследовала а куда им деть сексуальность зачем это делать его реализовывать ну может быть какие-то моменты все-таки стоит как-то немножко прикрыть или не стоит как вы считаете стоит делать то что ты считаешь нужно она не вот она сам уже это обсуждает если она кому-то мешает то это проблема кого-то но есть такие вещи например вы говорите у вас застой личной жизни пока мы на паузе я начинаю это очень хорошим периодом для того чтобы как-то сублинировать и акцентироваться на других вещах на профессиональном росте но не где с собой на компромиссах то есть ты получаешь свое самое лучшее самое желанное все что ты мечтала даже не писала что это может осуществиться и быть в реалии ты это получаешь только тогда когда не идешь с собой на компромиссы и недовольствуешься мало поэтому надо быть максимально максималистами максимально эффективными быть собой это самое главное и делать то что ты хочешь но просто когда слышу эту фразу делай что хочешь все почему-то воспринимают убийства какие-то там нет ребят кто-то из вас хочет убивать вряд ли но делайте то что хотите и пусть это и выходит за рамки каких-то социальных рамок это же всего лишь навсего социальные рамки придуманные людьми а как снять этот барьер вот допустим страшно делает да кто-то скажет вот мне уже 40 лет а я так и не научился играть на сквите есть огромное количество тренингов которые помогают вам что помогло вот вы какие для себя тренинги делаете мы проходили и Саша и я такое количество таких тренингов которые цепляли были интересные я ходила по подъезду и задание было петь песню в каждую квартиру и первую квартиру соответственно ты и звонишь и говоришь извините пожалуйста нет задания но я песню вам спою сейчас мы с вами делаем я вам песню а в последнюю квартиру ты конечно же уже звонишь ты открываешь дверь на улице 505 годово я Елена Беркова а я ходил по улице и просил деньги ну дайте денег когда говорили вам что на еду я говорю нет я хочу чистить себя например дорогие купить да и люди как бы вставали ну скажем первого человека я помню как снайпер помнит своего первого так и я помню своего которого подошел и попросил конечно серьезным преодолением 10 из 10 а вообще как бы тема денег она очень вот секс и деньги это две темы которые ну просто настолько зашаблонены и заблочены в нашем современном обществе что вот их и нужно раздвигать собственно говоря и в принципе то что то что 6 лет назад я просто решил что я не хочу больше жить так как я жил мне 42 года 43 исполниться а чем вы занимались почему что на что не удовлетворяло ну какая-то серая тухлая жизнь я ходил на работу ну как на работу то есть я на строительный бизнес малоэтажное строительство то есть с компаньоном мы застраивали подмосковье в частности любят всего потом у меня было несколько бригад у отделки короче такой качественной вот но я просто посмотрел вот на все это да и в принципе вся моя жизнь пройденная мной проживая разные этапы но все как-то одно и то же я не хотел больше этого я решил просто изменить свою жизнь 380 книг прочитал и стал просто однословно богатым вот так по мановению волшебной палочки если хотите узнать на моем канале ютубе можете посмотреть все мои трансформации на протяжении этих лет возможно что-то вам поможет и подскажет хорошо ладно это любопытная тема давайте мы с вами вернемся к фаршированию кстати блюдо уже готово оно готово не совсем потому что готово потому что вы отправите его в духовку Лена а у нас тут еще креветки оставят может быть мы их побольше мы их вообще съедим они же вы занимали мороженое вареное это это вареное креветка я вам как старый таяц говорю да конечно давайте тогда я попробую давайте Лена с ваших рук Елена бедкова кормит ведущего приручила можешь покормить ведущего нет Лена его кормит а в туалете он будет сидеть один в туалете после этого но мы же ты же тоже ел ну у меня с туалетом я как бы дружу кто сказал Александру что я с ним не дружу я дружу со всеми у меня кстати такие сырые плотные полусырые даже вкусно у него какой-то вкус такой не присутствует он полоноватый да 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 мы сейчас делаем паузу смотрите значит я знаете что вас попрошу давайте мы прокомментируем с вами прокомментируем ход а повторим рецепт Василий да 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 ха да 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 OFFICIRA знаете я предлагаю следующим образом у нас есть еще что посмотреть мы просто тогда уйдем да уйдем на ролик давайте мы идем на ролик давайте мы идем на ролик да а потом да потом мы тогда вернемся и еще раз перечислим и мы отправим в духовку прежде чем мы уйдем на очередной клип на очередное творение елена беркова давайте друзья расскажем все-таки как у нас внутри мы положили грибочки шампиньоны обжаренные с луком чуть-чуть масле далее куриная грудка кусочки ананаса и ветчина все это складываем внутрь посыпаем сыром тертым и варенными креветками все отправляем в духовку на 15 минут и получаем шикарное вкусное и сочное полезное блюдо пока запекается на нас мы с вами уйдем на клипе что мы посмотрим если очень часто спрашивают где вас найти как вам написать заходите в мою сеть беркова.клап и мой инстаграмм называется просто беркова просто беркова или беркова лично там нахожусь и отвечаю всем кто хочет с вами связаться замечательно смотрим кей ну ты давай чуть-чуть рука засудим эту штуку кого-то надо попросить чтобы ее включили и вообще нужно было нагреть хотя если она она по моему здоровая но все-таки нам придется дождаться что ли какой нужен да мы все мало купляем шарашки да пойдем конечно давайте давайте а ну чтобы не мыть давайте как скажете ну это у вас с нами какие отношения ну типа микроволновка да это микроволновка да нет это духовка нам запекали давайте мы наверное возьмем дик скорее всего или вот смеси для выпечки нет 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 давайте проводите сейчас 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 потому что это да что то да давайте да да пекан Давайте вернем и мясо pad вот барань ingredients ковядь двух 김 Жареное телячье филе, телячье филе, телячье филе, жареное, задать себе приготовность, максимально устраивающее. Анна, никто есть не будет. Почему? Ну, вот это не а, все равно уже прожаривание. Ее надо стремиться держать на дверске. Ну, а потом пойдем. Все, да? Пойдем. Мы же можем все, да, Саша? Нет, 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 мы же финал запишем, а финал без этих будет справедливо. Будем сидеть в номере, и мы ждем пока готовится. Я никак не могу в 15 минут сидеть, это не в кадре, не в кадре, не с шарфом. Так, 100 литров воды. Все, да. Камеры работают, мы их не выключаем. В смысле? Ну да, да, да. Потом вырежем, так проще будет. Ну, даже. Эфир там идет до сих пор. Ну, конечно. Я думаю, сейчас уже можно перерывать. У нас перерыв. О, ничего себе. Да. А, вот, что, конца и подойдет получше, если, да? Ммм, да. Забавные люди. Что-то писать.